Всем привет! Это видео на канале Комфи. Меня зовут Саша Ляпота. Сегодня продолжим говорить про мобильную фотографию, разберем приложение Snapseed, а именно инструмент выборочная коррекция. На самом деле, один из самых полезных и моих любимых инструментов, который я использую в 99% случаев, когда обрабатываю фотографию. Он позволяет решить многие вопросы, и сегодня на практике мы посмотрим, как с ним работать. Но для начала давайте разберемся, что он из себя представляет и где его найти. Инструмент выборочная коррекция позволяет работать узконаправленно с определенными участками на фотографии. К примеру, только с лицом человека, отдельно с каким-то цветом или с какой-то зоной. Нужно это для более точной коррекции этих участков. Изменение яркости, контрастности, насыщенности и резкости. Как это работает? Выбираем инструмент и добавляем точку на необходимое место. Далее щипком выбираем зону применения эффекта. Обратите внимание, что выборочная коррекция это умный эффект, и он сам определяет границы. К примеру, если вы поставили точку на синем небе, зона действия будет заканчиваться именно линией неба. Для чего нужна выборочная коррекция? К примеру, если вам нужно понизить только темный участок. Например, цвет черного кофе в кружке сделать более глубоким. Либо если человек на фотографии получился темным или с неестественно насыщенным цветом кожи. Либо вам не нравятся какие-то цветовые оттенки на фотографии. Это тоже можно поправить. И сейчас мы сделаем следующее. Я выбрал несколько фоток, которые ранее я уже обрабатывал и даже публиковал в своем инстаграме. Но нашел их исходники. И я буду просто по очереди применять эффект выборочной коррекции и показывать, зачем он нужен на практике. Итак, начнем с простого. Есть вот такая фотография с флагом Норвегии. Проводим кадрирование. И вот теперь мне надо на этой фотографии сделать более выделенным флаг. Потому что он получился темным. Я добавляю инструмент выборочной коррекции. И как видите, изменяя зону его действия, я практически не затрагиваю те же горы или воду, которые идут вокруг этого флага. Теперь я могу повысить значение его яркости. Я специально сейчас подниму ее очень сильно, чтобы вы заметили, как работает этот эффект. Далее можете добавить контрастности, насыщенности и структуры, если это необходимо. И посмотреть, что получилось. Помните, что переусердствовать в данном случае нельзя. Если фотография должна выглядеть естественно, то флаг не может быть ядовито красным. Он должен быть просто естественным. Но при этом, при всем он получился темным, я его немножечко высветлил. Теперь возьмем вот такую фотографию. На ней мне много чего не нравится, но ее можно обработать. Для начала, как всегда, проводим кадрирование. Я удаляю сверху и снизу неинформативные зоны. Теперь я хочу, чтобы от девушки остался только силуэт. Выбираю инструмент выборочная коррекция. Располагаю его точно на ее футболке. И выбираю зону применения, чтобы не затрагивалось ничего вокруг. Теперь я понижаю яркость, увеличиваю контраст и убираю насыщенность. Также здесь можно повысить структуру, потому что это главный объект в кадре. И вот, что у меня получилось. Как я уже говорил, при помощи этого инструмента можно удалять ненравящиеся вам оттенки. Мне здесь не нравится свет в окне. Я хочу его сделать более черно-белым. Поэтому я располагаю точку и убираю насыщенность. Если вам нравится, как применился эффект, вы можете еще раз нажать на эту точку и скопировать ее. После чего добавить в какое-нибудь другое место. Когда вы добавили эту точку повторно, вы можете ее перемещать. К примеру, если вы не попали с ней. Теперь возьмем вот такую фотографию с кофе. Изначально я ее, конечно же, скадрирую. И начнем работать с ней. Первое очередное, что я хочу сделать, это понизить яркость на вот этом углу. Потому что я не хочу, чтобы там вообще была какая-нибудь информация. Я ставлю туда точку и понижаю значение до нуля. Добавлю еще одну точку и понижу значение стола. Таким образом мы практически уберем линию. Было, стало. Также я хотел бы сделать цвет кофе более глубоким. Для этого ставлю точку прямо по центру и понижаю значение яркости. Как видите, солнце сделало кофе немножечко более насыщенным, чем хотелось бы. Поэтому я выбираю еще один инструмент выборочная коррекция. И добавляю его вот здесь на оранжевой зоне. Потом увеличиваю зону действия. Как видите, выделяется только нужная мне часть фотографии. Понижаю яркость и немножечко насыщенность. Также я хочу понизить значение яркости на столе снизу фотографии. А светлую зону на столе сделаю наоборот более яркой. Но следите, чтобы не потерять информацию из кадра. Сейчас мне нравится намного больше. Единственное, не забывайте, что на фотографии могут быть какие-то моменты, которые просто удаляются точечной коррекцией. Все, наш снимок готов. Возьмем еще одну фотографию с кофе. И сейчас она выглядит совершенно непримечательной. Но мы сейчас из нее сделаем намного более красивую. Для начала кадрируем. Я располагаю кружку с кофе по правилу третьей. Все, композиция мне нравится. Все лишнее с кадра мы будем убирать потом. Сейчас фотографию можно сделать более яркой и контрастной. При этом при всем я не могу со всей фотографии убрать насыщенность, потому что тогда мы потеряем в насыщенности шоколада и кружки. Сохраняем. Для этого нам нужна выборочная коррекция. На столе у нас сейчас много синего цвета. Поэтому ставим точку и применяем ее очень сильно. На столе добавляем яркости и убираем насыщенность. То же самое проделываем несколько раз вокруг нашей инсталляции. Теперь ставим еще одну точку на шоколаде. Повышаем значение его яркости, насыщенности, контраста и, конечно же, структуры. И теперь то же самое сделаем с кофе. Заметьте, какая фотография была и какая она стала спустя несколько секунд. Ну и последний пример. Давайте поработаем с человеком. Добавляем выборочную коррекцию на лицо, чтобы сделать его более светлым. Потому что все-таки это у нас основной объект в кадре. Добавляю яркости, добавляю немножечко контрастности и насыщенности. Главное не переусердствовать, чтобы лицо выглядело естественно. Теперь обратите внимание, что лицо более светлое, чем руки модели. Поэтому я добавляю еще одну точку на одну руку. Повышаю значение яркости, контрастности и немножечко насыщенности. И потом отдельно на другую руку. Здесь неуместно копировать, потому что с каждым участком тела лучше работать отдельно. Насыщенность на второй руке надо добавить сильнее. Результат мне нравится. Единственное, я хотел бы убрать облака с фотографии, потому что здесь они мне кажутся лишними. Добавляем точку, куда нам необходимо. Повышаем яркость и контрастность. Для того, чтобы убедиться, что небо не содержит никакой информации, понижаем значение насыщенности. Смотрим, как было. Да, действительно, теперь внимание не отвлекаются на небо. И тут я понял, что хотелось бы еще сильнее поднять значение яркости на лице. Последнее, что я сделаю с этой фотографией, это понижу значение яркости в нижней части фотографии, потому что там информации у нас мало. Я не хотел бы, чтобы на нее отвлекалось внимание. Вот наша фотография и готова. Как видите, даже при помощи одного инструмента выборочная коррекция, можно в некоторых случаях добиться 90% готовности снимка. То есть это действительно универсальный и очень полезный инструмент, которым я рекомендую пользоваться. Научиться его использовать очень просто. Просто еще раз посмотрите это видео. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх ролику, если он был вам полезен. Не забудьте подписаться на наш канал. А также смотрите видео про эффект HDR в Snapseed и про скрытые функции Instagram.